Всем привет! Мы на прогулке с Гретой. Вышли погулять опять. Сегодня 11 февраля. Солнышко хорошее такое, яркое. А самолёты гудят, летают. Тепло, так хорошо. Ветерка пока нету. Хотя бы пока здесь хожу, нету. Только снежку скрипывает. До горы-то носится. Я только остановлюсь, она не подбегает. И спрашивается, идём дальше или нет. Говорю, Грета, идём. Гуляй. Дышим воздухом свежим. Руки устают. Репостаж. Каждый день у меня с воинской части бывшие. Вон, берёзки такие стройные, красивые, как нарисованы. Моей подружке сегодня день рождения. Там, где я жила. В Амурской области. Поздравила её. Хорошо, что в WhatsApp есть. Такая связь хорошая. Раньше помните, как телеграммы слали друг другу? Да ещё не вовремя их доставляли, эти телеграммы. Я помню, мама дала телеграмму, что выезжает. А ехать всего шесть часов на поезде. Ну, а наглядать днём раньше, давать телеграмму. А зима, мороз. А мы-то не получили эту телеграмму. Ой, она машинку швейну везла. Ручную. Это был 80-й год. И она пришлось по морозу. Это тяжёлая машинка. Нести, стучится. В калитку звонок тогда был. Звонит. Ой, муж выскочил. Ой, аж ужаснулся. Она вся выне с этой машинкой. Говорит, я телеграмму дала. Я говорю, мы её не получали. И вот сидим уже обедаем. Уже она отдохнула. Мы уже обед, обедаем. И приносят телеграмму, что она выезжает. Мама говорит, очень приятно. А я уже приехала. А сейчас красота. Да ещё и напоминалки есть в сетях. У кого, когда день рождения, уже не забудешь. У своих друзей уже не забудешь. Напоминалочка есть. Тепло, хорошо. Даже не хочется домой идти. Но обычно час-полтора я гуляю всё равно. Грета побегает. И я отдохну, похожу. Ну, в комнате сидеть тоже в квартире. Наташа квартира не солнечная. Аж давит на мозг. Там дома застилают солнце. На кротик её дома. А у меня квартира солнечная, солнечная. Не знаю. Вот девятнадцатого день рождения здесь, наверное, отмечу. Там посмотрим. Вчера внука отметили день рождения. Он уже взрослый. Дочь за девяти работала. Хотя и пораньше приехала. Но всё равно. Тотчиком мы поздравили. Мы никто не пьём. Не надо никакого вина. Я раньше ещё как-то дома бокал вина выпила. Ну, не полный бокал. Но всё равно. А сейчас что-то и этого не хочу. А если не хочу, значит и не надо. Ой, а дочь тоже у меня. Тут что-то кровь у неё густая. Давление сейчас меряет. Ей тоже нельзя было. Ну, а Владюша вообще никогда не пробовал. И пока пробовать не желает. Сейчас он после операции. Ещё до двадцать третьего в глаза капает капельки. Так ему прописали. Он капает утром и вечером. Ну, ладуется, говорит. Я сейчас так дома вижу хорошо, чётко на улице. В кино вчера ходила с подружками. И говорит, ой, так прикольно. Без очков смотришь кино. Видите, как хорошо. Спасибо этому доктору Фёдорову, который основал эту клинику и дал людям возможность смотреть на мир ярче, чётче. Ой, тут рукав всё время замерзает. Вот, бегает моя горёпочка. Чё, он на распутье стоит? Не знаешь, куда побежать? Влево или вправо? Я её всегда обманываю. Заверну направо. Она пробежит туда, влево. Видит, что я вот сейчас огляну. Умная такая, запомнила. Уже не бежит. Там ворачиваются, догоняются. Один раз мне с ног сшибло. Так бежала сзади, я не ожидала. Она мне по ногам под ноги так заданула. Я и упала. И кувыркалась в этом снегу. Потому что тепло одето. Как жук тот перевёрнутый. Ой, смеялась так, не могу. И смешно, и грешно. И смеюсь, подняться не могу. Вот такой лесочек хороший. Русский лес. Лесков, наверное, написал. По-моему, русский лес. Здесь такая. То ли повесть, то ли рассказ. Уже забыла. Забыла, когда книги читала. Ну, что радует, что я здесь почти в интернете не сижу. Так посмотрю. Ой, сегодня смотрела, как роллы делают. Так меня затошнило. Я Владюша, говорю, Владюша, я посмотрела. У меня же голова закружилась, как они делают. Ну, рис руками мнут, кладут, заворачивают. Там огурчик этот кладут. Фу, ну, что хорошего. Рис мятый чьими-то руками. И завёрнутый в это, в нори в это. С огурчиком там. Ну, не знаю, с рыбой. Ветчину он ещё клал. Не знаю, мне не понравилось. Я говорю, не буду ни за что делать. Я бы их научилась делать. И всё, у меня Владюша любит. Ну, у меня весь организм против. Если не нравится, как делать? Вот как делать? Ну, говорю, давай могу и накрутить, если хочешь. Как их в ресторане берут? Боже мой, кто даже руками крутил. Ну, даже если в перчатках. Ну, перчатки же тоже. Кто-то отвлёкся, что-то взял в руки. И тут же ляпает. Фу, мнут этот рис. Я не знаю. Мне кажется, каша рисовая поесть и то в 100 раз лучше. Вот, затратила сегодня на это видео. Всё, хотела что-нибудь придумать. Какой-нибудь салат. Посмотрела, салат там есть. С говядиной, с овощами. Он заказал овощей, привёз внук. Овощей, зелени. Ой, не знаю, насмелюсь или нет. Ну, раз привезли, надо же переработать это. Я ж не могу. Без этого, значит, сделаю. Вот, мясо есть. Сделаю. Посмотрим, как едят. Я не знаю, я салаты только люблю. Огурцы и помидоры. Ну, и взяли и три огурчика. Я говорю, возьми три огурчика хотя бы. Ну, для запаха. Ну, черри, помидорчики. Ну, всё равно это всё безвкусное. Ну, говорю, за раз ничего страшного. Это ж не мы же не каждый день. А так для разнообразия уж можно и. Ну, что, Грета, что? Пошли. Пошли. Уже я остановилась, она уже вокруг. Даже друга своего бросила. И скорее, скорее, скорее. Солнышко такое. Хоть загорай. Хоть загорай. Ложись и загорай. Солнышко хорошее. И вот оно. На днях слушала профессора или кто он там, ну, кардиолог Лео Бакерия. Он сказал, если в день хотя бы 15 минут ходим пешком, это уже хорошо. А в день хотя бы час. Если вот так, ну, слишком хорошо, это час ходьбы днём. Вот я хожу. Стараюсь. А то близкие у нас от инфаркта погибают, но вес был большой у моей залогки. Полная, полная. Я её помню молоденькой, худенькой. Какая она полная стала. И работала, главное, в поликлинике. И кардиограмму там все снимали ей, там следили, как вроде бы. А в карточке ничего не писали, не регистрировали. Вот и всё. Вот так своих они лечат. Свой есть свой. А, приди, мы тебе снимем кардиограмму. А, ничего, можно. На, вот такие таблетки попей, наверное, так, по-свойски, как говорится. Ходить надо, конечно, даже чувствуешь, когда походишь. И все же мышцы при ходьбе задействованы. Все мышцы задействованы при ходьбе. Солнце светит, морщишь, как эта обезьяна. Поэтому надо ходить. Ну вот, одеваться лень. Вот лень такая, вот. Ха-ха-ха. Не зря же мы это, сами себе яму копаем. Кушаем не то, что надо. Одеваться ленимся, зарядку ленимся сделать. Не обязательно такую трудную зарядку. Хотя бы просто. Руками, ногами помахать, помаршировать хотя бы. Вот я весной, когда на пандемию эту, на эту пошли. Карантин. Я делала каждый день зарядку. Я себя лучше чувствовала. Вот сейчас как-то забыла про нее. С этим переездом. Да и я еще заболела где-то в октябре. Лежала три недели. Слабость была. Простыла. И все, и лапки свесила. Лень. Вот утром встаешь, и позвоночник прибаливает, и суставчики, и коленочки, и локоточки. Ну вот, кажется, все, не поднимешься. А потом начинаешь завтрак готовить, ходить туда и сюда, и все. Все это как вроде бы легче. Все не болит. А за ночь это все вот... Вся лимфа это застаивается или как, не знаю. Так что надо самим себя держать. Насколько это возможно хотя бы. Врачи тоже не боги. И таблетки так же это... Выпил, прям стал здоровым. Так и не бывает. Надо зарядкой заниматься. Ну вот теперь ходьбой. Хлеб пеку, шевелюсь. Сегодня борща наварила. Ну вот салат задумала, никак не решусь. Я так не люблю салаты делать. Я лучше булочек настряпаю. Торт пеку, но салаты не люблю делать. Мне так как-то тупо это все резать. Все это долго, все это однотонно. И ничего не обработано горячим как-то. Вот. А картошку я всегда на руках резала. Я показывала. Просто на руках крошила. А теперь такую картошку большую я не могу в руках держать. Вот уже и пальчики болят. И я уже кладу на досточку и режу как огурцы. Ну как вот все я вижу на роликах. И я так. Уже второй день так режу. Думаю, а что я мучаюсь? В руках больно держать на здоровое. Хоть ее и разрежешь на попало. И легче. Правда. На столе раз-раз-раз-раз порубил ее и закинул. Вот второй день на досточке режу картошку. Вот постепенно суставы. То-то-то у нас тем более. Семейное это. С ума мы суставы болели. Вот так. Теперь гуляем. Такое солнышко яркое. Вот хожу по лесику. Лес наш. Панорама такая. Унылая. А больше негде. По городу же не пойдешь. Тем более у нас таежный поселок. Это надо выезжать. И что, и ходить по городу что ли? Это большое счастье, что вот такой поселочек есть. И недалеко от дома раз пошел и гуляй. По свежему воздуху. Это хорошо. Мне просто повезло. Даже дома, когда мы жили, тоже. Ну где? Ну пройдемся мы вокруг своего дома. Но у нас тоже там дамба есть недалеко от дома. Потому что дом построен почти на конце города. Там лесочек был. Они его выкорчевали и дома построили. Так что мы крайние к лесу. Там тоже есть где погулять. Но я только недавно узнала. Не вращала внимание, работала, да и все. А сейчас вот с соседкой мы гуляли в этом году. И вот здесь можно погулять очень хорошо. Еще такая природа, ландшафт такой. Сопки прям изумительные. Изумительные сопки. Вот иду, раздумываю, все вспоминаю. Планы, конечно, уже никакие не строю. Шестьдесят восемь лет. Какие могут быть планы? Один план поддерживать здоровье, чтобы быть на ногах. Вот один план. Как говорится. Ну, автобус идет. Какой-то длинный сарай какой-то длинный. Грэд там смотрит. И там топит, даже печка топится. Дымок идет. Мы туда не пойдем. Мы там пошли, там нас собаки облаяли. У них, наверное, стражевые собаки там. Они прибежали, облаяли нас. Так вот. Столько у нас лесов, полей, рек. Ну, вот сейчас китайцы, конечно, налетели на наш лес. А до китайцев пожары еще столько гробят. И все равно у нас много еще, много необъятного. Ну, мы какие-то хозяева не особо. Русская нация какая-то одним днем живет. Ничего не скажешь плохого, конечно, но так оно и есть. Как есть, так и есть. Не надо говорить, что мы уж такие-раз такие. Плохо-плохо хозяймуем на своей родине. Очень плохо. Любим всем все дарить. Быть хорошими. Но только не своим. А вот, знаете, в семье же так вот. Вот заметьте. Если человек чужой придет, или там невестка, с ним очень чужой, невестка даже. И старайся больше ей внимание уделить. Уж своих как-то машешь рукой, они не обидятся. Так, наверное, и в России. Ну, вообще в стране. Ну, только, наверное, в нашей. В других странах я не замечала, чтобы они своих отталкивали, а иностранцев вперед продвигали. Такого я не наблюдала нигде. По рассказам. У меня нигде, правда, не было. Но люди рассказывали, ездили. В первую очередь там своим. Дорога. Не выучил язык. Никакой тебе социалки. Сиди, горшки мой чужие. И будь этим доволен. Что хоть совсем не выгоняют. Вот. А у нас... Ну, тоже, как говорится. Ну, только... Есть еще, конечно. Я вот даже заметила, у нас... Президенты были, все не русские. Ни одного Иванова Петрова нет. Тоже. Ну, это вот мы перемешались, когда были 15 сестр, 15 республик. По-моему, не считались мы. Русский, белорус, грузин, армянин. Азербайджанец. Это все были русские. Я знала такую семью. В детстве. Ну, юности. Мама татарка по паспорту. Отец татарин по паспорту. Младший сын татарин по паспорту. Татарин в паспорте написано. А старший сын русский написано. Хе-хе-хе. Вот такое я видела. А сейчас, говорят, национальность не пишет, что ли? Я не знаю. Надо посмотреть в паспорте. Что-то я не обращала внимания. Я где-то слышала в ролике, говорят, что... Сейчас национальность не пишут. Если россиянин, значит россиянин. Ну, россиянин пишет, надо посмотреть. Ну, вот, опять мы здесь. Мне тут аллея нравится. Если бы не эти разбитые дома, то прям прекрасно. Она ровненькая. Что-то и ездит тут. Дорогу вот так вот. Ровненько. И хорошо так. Широка струда, наверное. Да. Немножко поторохтела. Ой, ё-хе. Почти ничего так вроде бы и не поснимала. Ничего такого и не сказала. Уже слава богу. Очень много. Пока-пока. Никто не смотрится равно. Всем привет. Не болейте. Будьте веселы. И гуляйте. Субтитры сделал DimaTorzok